Здравствуйте, меня зовут Лю Бин Ын, я из Китая. Учусь на факультете журналистики Белорусского государственного университета. Моя тема – медиапазиции аналований китайских компаний на международных рынках. Компанативный аспект. Цель. Изучите сушеносты, бредов и их позиционирования в медиапространстве. Бред как центральный элемент рекламной коммуникации – общая характеристика. Сушеносты и значения позиционирования бреда в системе коммуникационных отношений. Медиапазиции аналований, как гамболезгий, процесс, ключевые этапы и элементы. Мои выводы. Что бред? Это комплекс предоставления мнений, ассоциаций, эмоций, ностных, характеристских продуктов, либо услуги, которые отличают товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцев. Бред является центральным элементом рекламной коммуникации. Баскаруку предоставляет собой не столько материальную вещь, либо продукты, сколько металлную конструкцию, внедренную в массовое сознание и облирующую к человеческим обид восприятия вещей, продуктов или коммуникации, как долговая марка бреда, убирает в себя в глазах потребителя четкий и значимый набор ценностей и атрибутов бредей, создаётся производителями, но существует преимущественно в сознании потребителей, являясь по существу знакомым символом, словам или их сочетанием бреда, помогает потребителям отличить товары или услуги одной компании от другой. Физическими составляющими бреда являются весь комплекс элементов фирменного стиля, исключающего в себя, бреда, логотипа, палитру цветов, подерживающие фирменный стиль, альгиарную графику, набор фраз, звуки, торговую марку и оплатенс создания и разведения бреда называются бредиком, оплатенс закрепление в сознании потребителей образа товара, услуги или организации, а также создания астинации давала, услуга или организации с определением эмоциями. У бредиарной покупателей называется бределованием.